В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. 12 миллионов рублей. На эту сумму получили штрафы за платные парковки рязанские водители. Уникальную древнюю богодельню в Рязани удастся спасти. Нашелся инвестор, который сделает из Дашковской богодельни гостиницу. На вкус как бумага. Рязанский блогер поедает мухоморы и снимает процесс на видео. И рязанка приготовила подарок Путину. Эротический календарь ко дню рождения. На платных парковках в центре города штрафов начислено в 6 раз больше, чем оплаты за стоянку. У рязанцев создается мнение, что система создана не для удобства водителей, а для взыскания штрафов. В редакцию телекомпании не раз поступали жалобы, что часто паркоматы выдают ошибку. Со сбоями работает и система оплаты по СМС. А возможность оплаты наличными через терминал из Бирбанка кажется не смешной шуткой в тот момент, когда надо быстро провести оплату. При этом, если не успеть оплатить на 16-й минуте, придет штраф с внушительной суммой – 1000 рублей. По информации средств массовой информации, сумма добровольно оплаченных штрафов составляет 306,5 тысяч рублей. Всего же начислено штрафов на сумму более 12 миллионов. По результатам работы платного парковочного пространства в бюджет города Рязани поступило более 216 тысяч рублей. Уникальную древнюю богодельню в Рязани удастся спасти. Все лето памятник архитектуры громили мародеры. Мои коллеги не раз рассказывали об этом, а жители города объединялись в народные дружины для охраны старинного здания. И вот власти города отреагировали. Привели инвестора. Люди говорят, что они готовы за рубль аренды заниматься реконструкцией этого объекта под гостиницу. Тут же появились еще ряд желающих, которые готовы по 20 миллионов рублей за эти объекты заплатить. То есть уже понятно, зачем это делалось. Ясно, что хотят люди там что-то построить. Для нас в данном случае, я имею в виду общественность, тоже в целом Дашковский богодельник как памятник представляет собой ценность. Поэтому, конечно, мы должны найти инвестора, который сохранит это здание и вдохнет какую-то новую жизнь. День учителя в Рязани отметили во Дворце молодежи. Особые слова благодарности получили ветераны отрасли, которые не только внесли огромный вклад в развитие региональной системы образования, но и передали свой бесценный опыт и знания нынешним педагогам, достойным продолжателям традиции этой благородной профессии. В этот праздничный день все иначе. Учителя сидят за партами, словно первоклассники, в ожидании начала мероприятия. Не меняется только старая школьная традиция. Сначала люблю, потом учу. Эти слова писали преподаватели на первой странице школьного журнала. Этой простой и одновременно важной фразой можно охарактеризовать нелегкий труд преподавателей. И он не остается незамеченным. По итогам 2016 года в топ-500 лучших школ России вошли две рязанские. Это гимназия номер 5 и школа номер 14. Восемь педагогов нашего города получили заслуженные награды. С праздником, дорогие мои. Каждому из вас низкий-низкий поклон. Тепла и любви вашему дому. Терпение вашим близким, потому что мы все трудные для домашних людей. Потому что чаще всего мы живем все в школе. К поздравлениям присоединилась и министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина. Однажды, выбрав этот путь, вы идете под ним, несмотря на какие сложности, жизненные перипетии. И каждый день, входя в класс, кроме сложностей своей профессии, вы видите глаза своих учеников, которые становятся другими от встречи с вами. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы преданы профессии и за то, что вы делаете будущее нашей страны. Праздник продолжился в Рязанском дворце молодежи. Перед участниками торжества выступили лучшие артисты и детские творческие коллективы города. Рязанских учителей приветствовал исполняющий обязанности главы городской администрации Сергей Карабасов. Он особо отметил, что труд учителя всегда считался и считается самым благородным и созидательным. Все наши органы власти, руководители учреждений, вы, администрация, управление образованием, правительство, мы делаем все для того, чтобы вместе создать современную систему образования. Сергей Карабасов поблагодарил педагогов за добросовестную работу и преданность профессии. Наиболее отличившимся учителям он вручил почетные грамоты, благодарности администрации города Рязани и ценные подарки. Более 75 килограммов наркотиков изъяли полицейские у выходца из ближнего зарубежья. От рязанцев поступило сообщение, что некий молодой человек развернул в городе торговлю табакосодержащей смесью на свай. Происходило это открыто в центре Рязани на улице Семинарской. По указанному адресу задокументировали факт сбыта на свае, после чего пресекли противоправную деятельность продавца. Им оказался 19-летний неработающий гражданин Республики Узбекистан, который недавно приехал в Рязань с целью трудоустройства. Но вместо этого занялся торговлей на свае. Полицейские обнаружили у иностранца три больших коробки и множество пакетов с на свае. Общая масса изъятого составила свыше 75 килограммов. Стоимость нелегального товара превышает 50 тысяч рублей. 5 октября в России отмечают профессиональный праздник сотрудники уголовного розыска. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. 99 лет отмечают службы уголовного розыска. Оперативники считаются элитой сотрудников внутренних дел и главным достоянием министерства. Они несут всю тяжесть борьбы с преступностью. Часто от эффективности их работы зависит в целом мнение граждан о полицейских. В нее идут работать люди особого склада, для которых слова верность долгу, мужество и честь – не пустой звук, а жизненная позиция. Они раскрывают тяжкие уголовные преступления и часто рискуют своей жизнью ради безопасности граждан. Сегодня лучшие сотрудники управления получили благодарственные письма и премии. Среди них Елена Колесник. Хрупкая девушка работает в уголовном розыске уже 28 лет. Она начинала следователем, а сейчас стала оперуполномоченным по особо важным делам. Помог решиться на непростую службу Елене ее отец, тоже сотрудник уголовного розыска. Служба тяжелая, занимает очень много времени. В общем-то нужно понимать это и осознанно идти на эту службу. У меня муж бывший военный, поэтому и дети, и муж все это воспринимают, мирятся. Слова благодарности за нелегкий труд и самоотдачу прозвучали в адрес молодых сотрудников и ветеранов. Тех, кто каждый день рискует своей жизнью или воспитывает новое поколение талантливых сотрудников. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Археологи рассказали об итогах первых раскопок в Троицком монастыре на Московском шоссе. Меньше чем за месяц у здания одноименного храма нашли около 40 предметов хронологическим охватом больше тысячи лет. Подробнее расскажет Ирина Ковалева. Керамика возрастом более тысячи лет, фрагменты женских украшений предположительно 13 столетия и древние погребения, исследования которых будут продолжаться. В четверг, 5 октября, члены Рязанской археологической экспедиции подвели итоги раскопок на территории Свято-Троицкого мужского монастыря. Напомним, археологические исследования начались здесь около месяца назад в связи с началом реставрационных работ Свято-Троицкого храма. За это время археологами было исследовано всего 16 квадратных метров. Однако такой небольшой участок подарил ученым огромное количество материала временным охватом более тысячи лет. Интересный предмет – это фрагмент терракутового изразца. С неясным пока для нас изображением. Лимоно сохранилось только фрагментарно, но по аналогиям, аналогичным изделиям, найденным в Центральной России, мы надеемся реконструировать его цельный облик. Также археологами были найдены фрагменты керамики 13-15 веков. Предположительно, именно в это время монастырь посещал Сергий Радонежский и встречался в его стенах с Олегом Рязанским. Помимо чисто практической информации о жизни наших предков, археологи рассчитывают получить и более ценные данные. Свято-Троицкий монастырь – один из древнейших монастырей на Рязанской земле, однако точной даты его основания неизвестна пока. Вполне возможно, что археологические исследования прольют свет и дадут ответ на вопрос, когда же впервые здесь был заложен храм. А помочь в этом исследователям могут порядка 15 захоронений древнего некрополя, которые были обнаружены у стен каменного Троицкого храма, построенного в XVII веке. Часть захоронений уходит под фундамент этого здания, и по их расположению, возможно, удастся воссоздать планировку деревянного храма, что может стать большим открытием. Ведь на сегодняшний день не сохранилось ни чертежей, ни других документов, по которым можно было бы судить о его размерах и внешнем виде. Но и это еще не все. Самые поздние из найденных погребений датируются XIX-XX веками, а вот возраст самого раннего, представляющего из себя всего две берцовые кости, предстоит определить. Датировка этого захоронения позволит нам определить время возникновения здесь церкви. Как известно, существовала практика возникновения монастырей на тех местах, где уже стояли приходские храмы. То есть мы можем надежно сказать о том, что установленное при помощи специальной экспертизы время сооружения этого захоронения, совершения этого погребения. Здесь существовал храм. То есть местность уже имела сакральные значения. Эта территория уже была некрополем. И вопрос, когда здесь сооружается некрополь, вот именно этот вопрос нам интересен. Ответ на этот вопрос косвенно сможет поведать нам о времени зарождения здесь монастыря, что безусловно станет, если не сенсацией, то значимым открытием для истории Рязанского края. В любом случае исследование продолжится, ведь пока обработаны только два участка из четырех. Так что весной начнется второй сезон раскопок, который наверняка принесет немало открытий. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Несколько десятков человек каждые выходные отправляются на тихую охоту. Подберезовики, подосиновики и белые грибы – лучшая награда для любого грибника. Правда, есть и те, кто собирает мухоморы. Общепринятый ядовитый гриб эти люди употребляют в пищу. Об одном из таких расскажет Валерий Седов. Смертельный номер. Прямо сейчас Александр Инюточкин съест опасный гриб под названием мухомор. Наш телеканал настоятельно не рекомендует повторять это. С Александром ничего не случилось. На данный момент он жив и здоров. Это одно из немногих видео в его блоге, где мужчина поедает опасные грибы. Впервые такое лакомство он попробовал год назад. У каждого свои рецепты. Кто-то на спирту настаивает, кто-то просто в собственном соку. Утрамбовый, трехлитровый банковый, закатывает. Там настаивается несколько месяцев. Но я, немного поразмыслив, подумал, что все-таки свежий мухомор, в свежем мухоморе больше полезных веществ. Начал Александр с малого. Вначале попробовал совсем небольшой мухомор и стал ждать, как его организм отреагирует на это. И в результате вместо тошноты обезболивающий эффект. Пропала боль в коленных суставах, в локтевых, в позвоночнике. Через 40 минут я попробовал еще один такой же маленький мухомор. То есть эффект усилился. Но много употреблять я не стал. Теперь каждый поход за грибами Александр ищет и мухоморы. Говорит, в этом году их, к сожалению, мало. Никакой обработки грибов перед поеданием он не проводит. Мужчина поласкивает их водой и счищает ножиком грязь. Правда, его энтузиазм не разделяют врачи. Оно и понятно. Большинство мухоморов несъедобны или сильно ядовиты. Есть и смертельно опасные виды, которые иногда путаются с съедобными грибами. Мухоморы являются несъедобными грибами. Поэтому, естественно, употреблять их в пищу человеку опасно для жизни. Поэтому ни в коем случае нельзя легкомысленно относиться к своему здоровью. Сами по себе грибы, они достаточно тяжело усваиваются человеком. Если у вас есть какие-то заболевания животно-кишечного тракта, то лучше от них воздержаться. Мухоморы часто поедают дикие животные, чтобы избавиться от паразитов. А вот для человека чаще всего это лакомство опасно. В сети не раз появлялись новости об отравлении людей спиртовыми настойками и приготовленными грибами. Поэтому лучше такой вид пищи и вовсе не пробовать. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязанском медуниверситете открыли мемориальную доску, посвященную памяти Виталия Попкова, доктора медицинских наук и профессора, который внес большой вклад в развитие вуза. Именно поэтому доску решили открыть в день учителя. Виталий Георгиевич Попков – доктор медицинских наук, профессор, патологоанатом, судебно-медицинский эксперт, отличник здравоохранения. Он на протяжении 50 лет работал в Рязанском государственном медицинском университете. Здесь же долгое время заведовал кафедрой патологической анатомии с курсом судебной медицины. Принял непосредственное участие в ее становлении. Сам Виталий Попков является выпускником Рязанского государственного медицинского университета. Быть может, поэтому в родных стенах он преподавал с большим удовольствием. Его ученики всегда знали, что получат качественные знания. Профессор умел преподавать материал. Самое главное, он профессионально, качественно готовил, профессионально, качественно отдавался этому делу. И на занятиях было комфортно. И он прививал действительно ту любовь к предмету, создавал ту мотивацию к достижению результата, которая студентам нужна. Студенты ведь сейчас действительно, ну, наверное, может быть, чуть более требовательны даже, чем были несколько лет еще назад. У него это получалось. Учениками Виталия Попкова стали несколько тысяч врачей, десятки и сотни профильных специалистов, патологоанатомов и специалистов по судебной медицине. В день открытия мемориальной доски многие из его учеников собрались, чтобы почтить его память. Среди собравшихся присутствовал и сын профессора. Хочу выразить большую признательность за столь знаковое событие, как размещение этой памятной доски, так и признательность за высокую оценку работы отца, который практически всю свою жизнь светил нашему образу. Большое спасибо. Своим ученикам, коллегам, близким профессор Попков всегда советовал учиться работать и совершенствовать свои возможности. Мемориальная доска будет служить напоминанием о выдающемся учителе, внесшем значительный вклад в развитие истории университета. Сейчас кафедра продолжает добрые традиции Виталия Попкова. А в сочетании с современным оборудованием, которое на регулярной основе обновляется в ВУЗе, будущим врачам, которые окончат Рязанский государственный медицинский университет, не будет равных. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Диагностику и лечение анемии в 21 веке обсуждают в эти дни в Рязани. Своим опытом делятся ведущие специалисты России. Анемия или малокровие – заболевания, при которых уменьшается концентрация гемоглобина в крови. Чаще всего это связано со снижением числа или нарушением качества переносчиков кислорода, эритроцитов. Своими знаниями в этой области с рязанцами поделились ведущие специалисты. Среди них – Александр Умянцев. Он специализируется на детских заболеваниях. Взрослые специалисты нашего профиля, они не видят элементов этого развития, а именно в этом прячутся очень многие расстройства и поломки, которые потом догоняют человека в пожилом возрасте. Поэтому мы расскажем о неонатальной гематологии, о взаимоотношениях матери и ребенка, клеточных взаимоотношениях, какое влияние они имеют на дальнейшую жизнь человека. Встреча прошла на базе Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова в рамках 4-й научно-практической конференции. Ежегодно она собирает более 300 слушателей со всей страны. Традиционно это представители Санкт-Петербурга, Москвы, Свердловска, Сибири и Урала. Познакомиться с новшествами в диагностике и лечении хотят абсолютно разные специалисты. В зале присутствуют гематологи и педиатры, акушер-гинекологи. Мы особенно обращаем внимание на вопросы, которые будут интересны практическим врачам. То есть это анемия, междисциплинарная проблема, вызывает большой интерес у специалистов. Сейчас в России из 10 детей трем ставят ошибочный диагноз, а значит предлагают неэффективное лечение. Именно поэтому так важно обмениваться опытом. На базе Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова действует свой научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии. Его сотрудники более 20 лет проработали в федеральном центре, а сегодня ведут самостоятельные исследования. Наша самая главная сегодня задача, чтобы эту помощь развивать здесь, в Рязани. Чтобы была серьезная хирургия, серьезная акушерская помощь. Чтобы здесь мы проводили все ЭКОС, чтобы здесь был полный цикл, потому что это сохранит, в общем-то, и денежные средства, это удобство для жителей нашего региона, которые могут быть и дома, и, скажем так, близко от тех медицинских организаций, где они будут получать эту помощь. И самое главное, что это даст развитие наших специалистов. Конференция пройдет в течение трех дней. За это время ординаторы, студенты старших курсов и врачи практики обсудят множество вопросов. Среди них возможности для управления проблемными генетическими заболеваниями, активность в области трансплантации костного мозга и другие клеточные технологии. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И напоследок, Рязанка посвятила Владимиру Путину эротический календарь. Девушку предстала на фотографиях в купальниках и нарядах с призывами, обращенными лично к президенту. Календарь выпустили в единственном экземпляре. Теперь героиня хочет лично вручить его президенту. Я подумала, а что можно подарить мужчине, у которого все есть. Как однажды Владимир Владимирович сказал, что он самый богатый человек не только в Европе, но и во всем мире, потому что он коллекционирует эмоции. И я решила, что новые эмоции ему совершенно не помешают. Такой необычный подарок покажет всем, что это не только президент, но и мужчина, естественно, которого я в нем и вижу. Он свободный мужчина, а почему бы нам таким образом и не познакомиться? Ранее модель стала девушкой месяца индийского мужского журнала, а также снималась для журнала «Максим» Южной Африки. На этом у меня все. Новости также смотрите на нашем официальном сайте. Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом, в коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Глобал Сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал Сервис. 55 90 50 Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Редактор субтитров А.Жукова